Настолько копченого соуса мы еще не пробовали, как будто соус с бычками, вот у ребят пятница, конечно, вечер, так что да. Ага, вы думали нас уже не будет, но нет, мы здесь 54-й раз, кажется, а это очень много. И мы рады приветствовать вас снова на канале Череброско, в магазине Череброско, в студии Череброско и вообще во всех местах приличных. Не ждите, что будем плакать, потому что, судя по флаконам, ничего там сверхъестественного нет. И судя по перцу тоже, сегодня у нас лайнап на основе хабанера, правильно? Все с хабанерой и около нее, шоколадная хабанера, красная карибская хабанера и так далее. Универсальный инструмент в копилке любого чилихеда, потому что он неприхотлив, его легко вырастить, его огромное количество вариаций и его острота позволяет в мэтчинге с другими ингредиентами, поэтому супер перец. Недорогой растет просто в Мексике под открытым небом, его там харвистят и, соответственно, отправляют по всему миру. Первый соус у нас называется «Habby habanero slap your mama hot sauce». «Двинь своей мамаши» в кавычках. Этот соус настолько хорош, что ты будешь готов убивать за добавку. Тебя точно покорит сочетание каенского перца и хабанера с чесноком, специями и горчицей. Состав там очень простой, собственно, уксус, перец хабанера, каенский перец, горчица, морковь, чеснок и ряд специй. Между прочим, написано на этикетке, что это «Scovy Awards Winner». Будем разбираться, насколько он «Winner» и что там за «Scovy Awards». Пахнет уксусом и горчицей. Горчицей? Да, есть такой, ну, такой, знаешь, лайтовенький. Дижонской, такой сладенький. Ничего-то, кстати, нормально пахнет. А ты читал описание, да? Нету описания вкусового, есть описание эмоциональное. Ну да, я просто пытаюсь понять как бы логику, типа, смотри. Короче, приходит школьник на кухню, а там мама, значит, что-то готовит, то есть соусец достает из, соответственно, холодильника. Он ей леща и говорит, соус, ну, не трожь. Старая хобыла. Я опрувлю, опрувлю. Мне прям зашло. Это значит горчица, разбавленная уксусом, то есть кислая горчица, и подострённая хабанера. Приятная острота. Буквально ты сейчас колон-клинер от соус-крафтерс описываешь, нет? Ну вот, да, что-то вот похожее, только я бы сказал, что колон-клинер всё-таки полайтовить будет. Это прям, ну, хорош соус. Ну, текстура у него такая, то есть я не прочитал в составе загустителя, но как будто вот он там есть, потому что такая приятная, короче, консистенция. Рисковатый соус. Сразу чувствуется острота, ничем она не завуалирована. Горчица, которая есть в аромате, её не чувствуешь, потому что, конечно, соус жгучий. Сколько бы ты дал по шкале остроте нашей внутренней? По внутренней, то есть это от нуля до десяти, я напоминаю, никаких вот этих сотен тысяч сковелей мы не практикуем, потому что у нас нет спектрофологрографа. Я бы дал шесть. Вот тип того, да, опять шесть. Хороший, хороший, яркий, острый вкус. Тут, получается, используются классические хабанеры, не карибские, не шоколадные, не вот это всё. А классический он, я напомню, 100-350 тысяч сковелей. Вот видна, видна кожура хабанера в текстуре, да, соускрафтерс, производитель этого соуса, и соускрафтерс производит кучу всяких разных соусов по контрактному производству, своих соусов, у них там линейки брендов, их куча. Вот это не подвёл. Также, кстати говоря, про хабанера, напомню, что это не только перец, но и машина из 4-5 GTA. Ну что, поехали ко второму соусу, наверное. Мэри Шарп Смокин Мэри Пеппер Соус. У нас есть ответ для тех, кто ищет больше остроты. Самый острый соус в линейке Мэри Шарп Смокин Мэри. Изготовлен из отборных копчёных перцев хабанера. Вы непременно захотите ещё. Идеально подойдёт для мяса на гриле и других блюд, которым не хватает той самой изюминки. Будьте осторожны. Начинайте с пары капель соуса. И состав, ну, просто супер лаконичный. Это копчёный перец хабанера, уксус, морковь, соль, лук, сок лайма, чеснок и специи. Похож на состав прошлого соуса, за исключением того, что хабанера на этот раз копчёный. Смотри, как они обошли, на самом деле, вот эту твою предвзятость насчёт формулировки «самый острый». Он не самый острый во всех Мэри Шарпсах, а только в линейке Смокин Мэри. Ага, ну, понятно. Которая насчитывает, наверное, один соус, я не знаю. Мелким текстом внизу договора. Как бы, у него очень мелко, смотрите, на всю этикетку «Смокин Мэри», но пахнет, Макс, пахнет просто как в чопсе. Да ладно. Вашим любимым. Просто как... Это перебор копчёного дыма, чувак. Копчёный дым. Это просто какой-то концентрат, это прям копчёный... Я даже не знаю, я люблю копчёный соус, но здесь, походу, перебор. Ты как будто ешь щепу, ребята. Да, вот предположим, здесь действительно нет жидкого дыма. А мы не можем так предположить, потому что он там наверняка есть. Когда ты коптишь продукты, ты не можешь настолько закоптить перец, мне кажется. Вот здесь, походу, его так спалили, прям практически уголь из хабанера. Вот действительно пахнет, как щепа. Причём такая, она загорелась, ты её потушил, положил в карман, походил день, и потом нюхаешь. Вот так и пахнет примерно. Ну, вы поняли, да, сигарет, допустим, если кто курит, вы знаете, да, что если её затушить хероватой, потом положить в карман, будет вонять хуже, чем, ну... Ну, и спачку, куда угодно положить, если, в принципе, бычок, всё будет вонять. И вот это как будто соус с бычками, вы знаете... Соус со щепой. Жизу рассказывал вам, всех наверняка такое было. Когда, значит, ну, большая какая-то посиделка, кто-то кидает сигарету просто в рандомную банку, а потом ваш кореш подходит к этой банке, делает оттуда забористый глоток и говорит, фу, б***ь, бычков сожрал. Вот, похоже, как будто на самом деле в этой баночке немножко бычков побывал. Очень много соли, то есть очень много жидкого дыма и очень много соли. Ну, и ты знаешь, там есть какая-то, что ли, сахарность, мармеладность непонятная. Короче, он какой-то кисло-сладко-дымный и солёный. Мне нравится. Не, не спорю, неплохо. Ну, как минимум, оригинально точно. Ну, настолько копчёного соуса мы ещё не пробовали. Не пробовали, да. То есть это самый копчёный соус в нашем ассортименте уж точно. Бал заберу только за практикующиеся в среде соуса делов пи***ство, потому что, ну, не может быть настолько копчёный продукт. Не верим. Это точно жидкий дым? Станиславский бы не одобрил. А, это не жидкий дым. Это знаешь чё? Средство для розжига мангала. Вот оно даёт такой, когда ты льёшь и сразу, типа, бросаешь туда спичку, вот оно даёт какой-то такой палёный... Палёный парафин, типа, да? Да, запаховкус, короче. И острота у него даже меньше, я думаю, чем у предыдущего. Серьёзно? Я думаю, что-нибудь там типа четвёрка. Я думаю, они где-то на одном уровне, но ладно. Допустим, мне может ещё прижигать с прошлого. Всё, мы вам сказали, собственно, это реально просто соус с жидкостью для розжига. То есть, если вам нравится, чтобы прям было очень копчёно, очень солёно, соус для вас. Он ещё и на четвёрку по остроте норм. Мне кажется, даже можно, знаешь, посоветовать его к стейкам. Стейки вот сами не коптить, ничего, или, ну, к чему-то, что должно быть копчёным. Спасти стейк, условно говоря, да? Ну, то есть, не докоптил, не дожарил, но добавляешь этой штуки. И всё, как будто уже закоптил. Как будто уже закоптил. А, условно, четвёрочка тебя подогревает, ну, и как бы, а горячее сырым не бывает. Пацаны, а вы не думали сделать чили кон карны из Каролины и Госта? Ребята, не торопитесь никуда. Мы уже готовим концепции новых чили-кух, они сразу с ними много. И, собственно, наверное, не будет спойлером сказать, что, естественно, чили кон карны, оно уже в названии содержит то же самое, что и чили-броса, это чили. И его обязательно сделаем. Да, переходим к маунтэнмену. Горный человек. Маунтэн Мэн Роустед Хабанеро Хот Соус. Если вы думаете, что это просто очередной соус на основе хабанеро, вы ошибаетесь. Перцы для этого соуса были тщательно обжарены и приправлены для достижения идеального вкуса. Обещаем, что он доведёт до совершенства ваши самые изысканные блюда. Потому что в составе копчёный перец хабанеро, красный винный уксус, вода, соль, сантановый камень, натуральный краситель. Соус Крафтерс, опять-таки, производит этот соус. И будем сравнивать вот этим соус Крафтерсом, который нам, в принципе, понравился. Ну, на самом деле, здесь какая ситуация? Как мы уже сказали, мы-то напрямую обратились в Соус Крафтерс и сказали, ребята, скиньте нам все. Скиньте, в смысле, имеется в виду с самолёта, вот эти гигантские коробки со всеми соусами Соус Крафтерс, которые производите у себя на заводе. Но, как бы, да и Юре, это другие вообще соусы. Слэп Йо Мама, допустим, это чистый Соус Крафтерс. А Маунтэн Мэн это линейка отдельных соусов, которые никак с Соус Крафтерсом, кроме как с заводом, не ассоциируются. То есть, это отдельный соус. А помнишь, он в чат залетал, производитель Соус Крафтерс, к нам, если не ошибаюсь, в Инстаграм. Да, и он рассказывал про пепел, что вот эти чёрные вкрапления в текстуре, это на самом деле тот самый пепел, как подтверждение того, что действительно эти перцы жарили на огне, не уследили, условно говоря, и вот немного осталось вот этой черноты. Вот несмотря на то, что здесь тоже заявлен копчёный, то есть, жаренный на огне, там, с дымком хабанера, здесь копчёности, конечно, нет. Потому что, наверное, они не добавили жидкого дыма. Пахнет в основном какими-то, не знаю, вот какая-то томатная, что ли, составляющая. Это, видимо, вот то, во что превращается перец при добавлении в него вот всех этих уксусов и прочих специй. Там, в общем, идея была в том, что они грилят на огромной решётке соус. В консистенции, смотрите, жидковатый, да. Да, в общем, они на огромной решётке грилят пепперы, ну, в смысле, перцы. И потом вместе с вот этими агарками, которые на решётке остаются, сошкрябывают всё в общий чад. И таким образом, как бы, появляются вот эти чёрные вкрапления. То есть, это буквально пережаренные, да, кожуры, кожуры перцев и так далее. Это самый классический, что ни на есть, острый соус. Уксусно, солёно, остро, всё. А ты, может, какую-то жидкую пробку вот себе забрал, потому что у меня даже некая карамельность присутствует. Хорошая текстура стала. Да, видимо, как обычно, сверху была какая-то, да. Ммм, круто. Да, да, да. Обожаю такие соусы. Тоже вкатил. И приятная такая тоже средняя, опять-таки, острота, там, четвёрочка, пятёрочка. Да, действительно, как Макс сказал, классический острый соус. По типу вот моего любимого Arizona Gunslinger. На самом деле, очень похож. Второй подряд хорошие от соускрафтерс, да. А у них вообще хорошие, да. Это тебе не Катч Джонс, да, подсказывает Витора. Короче, в линейке Mountain Man они все стоят по полторашки. Гарлик, Пеппер чуть подешевле и Чапокли чуть подешевле. По 1400. Четвёрка плавно перетекает в пятёрку у меня. Короче, это прям лакшери вариант для тех, кто вот любит просто классический острый красный соус. Вот, как, допустим, Игоря. Это для него лакшери продукт. Я считаю, что вполне, вполне, да. Я бы даже сказал наоборот, что, ну, как бы, не лакшери, а достаточно доступный. Ну, смотри, какие-нибудь Gata Heaven, халапеньо Candyman, который был у нас, да. У них же есть и хабанера Candyman и так далее. Они примерно все такие же, может быть, даже чуть дороже. Вот я, да, исхожу из суждения, что купив такой соус за полтора косаря, будет мне жалко. Потому что, в принципе, острота здесь достойная. Ну, а он на себя окупает. То есть, это крепкий, крепкий, хороший острый соус. Мне даже показалось вот так, прям по остроте. Вот так. Слушай, мне вот этот, я его восприниму по, как бы, очень ярком. Мне показалось, что он действительно острый, ты его как-то недооценил по остроте. Ну, пусть будет. Они примерно эквивалентны друг к другу. И что? Там переходим дальше к неоднозначной, на самом деле. Позиции Heartbreaking Dawns 1542 Southwest хабанера Hot Sauce. Перенесемся в 1542 год, когда Франческо де Орельяно прибыл в устье реки Амазонки в поисках золота и корицы. В том же году появился соус Southwestern, в котором использовался шоколадный хабанера. Также известный, как перец Конго. Огненный Конго оживает в сочетании с чесноком и тмином. Наш соус приготовлен с любовью, который вы можете попробовать. Southwestern соус, 1542 год. Что-то факт-чекер во мне внутренне бунтует, говорит несправедливо, так заявляет. Какой еще в жопу Southwestern в 1542 году, когда там был еще какой-то Франческо де Орельяно, судя по всему, португалец или испанец. Соус, это 500 лет уже. Он английский-то язык хреново, наверное, знал, только испанский или португальский. И прибыл на Амазонию, и какой-то Southwestern. Ну, а там кто-то в Перу жил? Там не чистокровное, он для чайни же был такой, что он с ними там на жестах объяснился. И они такие типа Southwestern. А они такие хабанеры. Шоколадный перец хабанера там в составе, яблочный уксус, концентрированный морковный сок, вода, лук, коричневый сахар, чеснок, морская соль, тмин и натуральная камень. С юго-западного соуса у нас. Всем респект на юго-западном, ребята. Текстура есть, есть крапления, но также есть еще куча воды, которая не заявлена. Вот здесь, да, вот в отличие от этого, который тебе показался жидким, или какой-то вот этот тебе жидким показался, да, этот действительно жидкий. В составе нет воды? Не заявлено? Нет. Пиздаколы. Так, ну вот, вы видите, что происходит, да, ничего хорошего. Ну да, да. Может быть, конечно, когда ты средневековый перуанец, тебе так нормально, но когда ты современный человек, который пытается налить это на стрипсу, действительно результат не очень. Вкусно, но совершенно не остро. Где острота, непонятно. Фу, он супер сладкий, да? Ну я люблю немного в сладкую сторону. Да, он сладкий. А что там сладкое? Похоже на вот морковку с сахаром, знаешь, как в детстве. Концентрированный морковный сок, это и есть вот тот самый сластитель. А мне, в принципе, не надо еще раз делать, у меня уже все готово. Мне надо просто поднять вот этот стрипс. Это бассейн, да, там? А острота приятная. Как бы честный хабанера, да, какой-нибудь? Ну, по нижней линейке. Ну, мало его добавить туда. В общем, если вы любите морковный сок или сладкие соусы, это соус для вас. Особенно еще, если вы начинаете только. То есть, я не знаю, троечка по остроте, там, двоечка даже может быть. Показалось мне, что наименее острый среди сегодняшних. Это, ну, я могу только подтвердить. И неоднозначный производитель Хартбрэкин Донс. Есть у них крутые позиции. Но есть и шлак. Есть такое. Не шлак. Откровенного шлака мы там не пробовали. Но вот все, что вот с этими не очень красивыми этикетками, на самом деле, вот эта линейка не очень. А фервар вообще по-другому выглядит. И видно, что в него ребята откладывались. Слушай, нифига с лапе, мама, да, продвинулась. Она не только маме леща задает, а еще и нам. Надо будет его в конце еще раз попробовать и подтвердить свои догадки о том, что он хороший. Говоря о конце, пора, наверное, последний соус. Но тут не совсем конец. Конец задний, да. И называется этот соус Эректал Рокет Фью от Соус. Эректальное ракетное топливо, чтобы вы понимали. Название соуса говорит само за себя. Погрузитесь в мир потрясающего вкуса и боли. Перец, скотч, банет, сочетание с хабонера и лучшими карибскими приправами сделает это путешествие незабываемым. Перец, скотч, банет, собственно, хабонера, бальзамический уксус, сок лайма, шалфей, тимьян, чеснок, паприка, душистый перец, тмин, фенхи, лимонный перец, кориандр, соль и кинза. Опять-таки, Соус Крафтерс произвел Ривьера Бич Флорида. Бич, будем смотреть, чем он пахнет. Ну, классический красный уксус на острый, что-то в томатную сторону соуса. Где-то я это уже слышал. Вот, да, да, Соус Крафтерс, видимо, иногда меняют только этикетки. Подожди, подожди, ну ты же сказал классический красный. Слушай, тут семечки, тут прям, походу, придется пострадать. А мне кажется, он пахнет этим. Мне кажется, он пахнет экстрактом. Он что-то не ощущает, он экстрактом. Да, фенхи ли ощущаешь? Нет, но ощущаю, походу, семечки скотч-бонетов. То есть, острее, острее, безлучно. А он поэтому в конце и стоял, потому что ты видел, да, составы? Ты же лично их читал, здесь хабанера, 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 хабанера. Скотч-бонет. Чувствуешь себя этим пиратом, который на очке подлетает? Ну, пока нет, да и, наверное, уже не почувствую никогда. После свежих, после нашего длинного пути. Ну, опять-таки, вот за добавкой я полез, значит, понравился мне соус в целом. А мне не очень, если честно. Не скажу, что вот прошлые, да, они как-то ближе были, ну, к моему пониманию классики. Естественно, это все субъективно. Но здесь, мне кажется, перевес какой-то, ну, непонятно, я не понял, короче, баланс. Бальзамический уксус, вот что мне в нем нравится. Так что, если вы любите бальзамический уксус, пойдет. Я люблю. Но конкретно в этом сочетании, я говорю, вот мне кажется, он не сбалансирован. Что-то есть такое, что меня включает. Перевес, конечно, в уксус. Ну, не скажу я прям, что это ракетное топливо. Или, может быть, двигатель, там, я не знаю, какой-нибудь там, ионный. Какой-то сегодня там излепозонный. Фотонный, фотонный двигатель, да. Такое себе. Говно технологии. Говно технологии. Заморочек много. Отражатель нужен идеальный. Поверхность, короче, там, да. Не очень. Так что фотонные двигатели. Не стройте, пацаны. Не стройте. Если нас смотрят строители фотонных двигателей, то завязывайте с этим делом. Переходите на, ну, каким? Солярку. Солярка. Метан. Супер. То, что можно найти на Марсе. Острый соус. Да, вот семечки, когда попадаются, ты их разгружаешь, особенно постфактум. Да, да. Рокетфьюл, наверное, на 6-7 тянет. Ну, ближе к 7,5-7 и на сопельке. Ну, что, давай попробуем еще вот в конце наш вот этот замечательный с горчицей, да, слэпио-мама, чтобы убедиться, насколько он действительно остер, потому что он уже был первый. Вообще, смотри, вот интересно, да, получается. Ну, в этом и была цель, на самом деле, сегодняшнего выпуска, и об этом сказано в описании, что один перец, в данном случае хабанера, дает вам огромное поле для творчества. Они же все разные. Перец один, уксус один, соль одна, да, везде используются. Но соусы все разные. Очень вкусно. И, да, нормально по остроте. После вот этого на семерку еще я чувствую, что это чего-то там добавляет, да. В первую очередь. Тебе какой? Слэпио-мама? Слэпио-мама, да. На втором месте я бы даже сказал, что вот этот маунтин-дю условный. Маунтин-мен, да. Да, с пеплом. Ну, и вот этот суперкопченый. Вот этот, похоже, да. Вот такой у меня топ. Ну, соглашусь, вот этот наименее выразительный мне показался. Шатковатый, маловыразительный, менее острый. С кучей сока концентрированного какого-то. Такое. Этот просто мега острый. И если любите семечки на зубах разгрызать, для вас подойдет идеально этот роки фил. Напоминаем, что после того, как этот стрим закончится, вы нажимаете где-то там на наш канал и смотрите все наши выпуски, в которых написано, что в каждом выпуске мы разыгрываем бла-бла-бла. Там оставляете комментарий и приходите в конце месяца на большой стрим, на котором мы подводим итоги. То есть теперь под каждым стримом. Где этой надписи нет, там, соответственно, розыгрыши уже прошли, уже ничего делать не надо. Но если ты прямо сейчас это смотришь, иди под видосы и оставляй там комментарии. И выигрывай замечательные соусы. Рандомные, специальные. Вот в последнем в Jays Red Ghost Scorpion мы разыгрываем набор из трех банок для выращивания. Так что супер призы, супер подарки. Лучше, чем айфоны. Да, к тому же зашел на канал, прокомментировал видео, забыл. Но нужно быть подписанным. И потом через месяц бац и выигрываешь. Приятно же. И всем хорошо. Так что да. Будьте подписаны на канал, оставляйте комментарии. Макс, ты знаешь, что у тебя на майке? Это ребрендинг Ювентуса. Да, точно. Ты не любишь, видимо, итальянских итальянцев. Я это люблю. Нет, я просто думал, знаешь ли ты. Я хотел тебя проверить. Приходите в следующий раз, как всегда, ближе к концу недели. И не забывайте следить за нами везде, где только можете. Так что да, пока-пока. И дядя Лёня топ. И Чилиброс тоже. Разумеется. Красное горит, надо пи***ть. Ай, меркантильный сфо, а учи деньги на нас зарабатывают. Ну, я-то не ради денег, а ради количества чилихедов на единицу населения. То есть они заказали. Они же не будут пробовать сферические кони в вакууме. Они поделятся со своей подружкой, со своим друганом, да. Принесут в бар его там на летнюю веранду. Всем распространят среди жильцов. По чатикам напишут, типа, пацаны, там, летайте, хэлфайр, приехал. Вот ради этого. Деньги, понятно, как бы. Деньги нужны для того, чтобы вот... Чили денег. Но это не первоочередная задача. Да ладно тебе. Да бабки супер не себе. Ютуб, как выяснилось, такая платформа, где невозможно просто прийти с бабками и, типа, вот так вот себе сделать топовый канал. Там надо очень много времени потратить для того, чтобы... Сколько мы уже год, больше года, каждую неделю что-то выпускаем. Для этого нам нужно снять, смонтировать, покрасить звук, почистить. Кстати, я больше скажу, даже бабки там и люди вообще приходят, бич на биче, короче, или инвалид. И снимают на Нокию. Методично снимают на Нокию по расписанию, и все круто делают. Главное, что хороший контент. Ну, как бы, контент решает качество, уже такое. Но, смотря какие цели. Если хочешь, как бы, потом в пизданное кино куда-то пробиться, то, конечно, надо работать на картинка, начиная с толкин-симуляторов, как бы, и чили-симуляторов на ютубе. Спасибо. Спасибо, что приходите в наш магазин надевать. Yeah, мы правда вас любим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok